Вот можете сначала сказать, как вы начали находить самостоятельно первых клиентов на ведение YouTube-каналов, и затем как раз-таки продолжите, пожалуйста, вашу историю, ваша система работы, как вы находите, что у вас срабатывает. Расскажите, как вот первые клиенты к вам пришли. Именно на движение? Да, на ведение YouTube-канала, да, чужого. Да, у меня чудового канала, в принципе, это довольно-таки давно было, просто с людьми я разговаривала, вот мне бы надо, вот мне бы надо, чтобы у меня люди с YouTube-канала приходили, а вот у меня YouTube-канал, я не знаю, что делать. Вот просто беседовали с кем-то, вполне возможно, даже по другим каким-то темам, там человеку надо, например, было продвинуть его курс, и когда мы с ним говорили, то есть каким-то образом мы с ней выходили на связь, она мне рассказывала, что и как, я говорю, а что есть? Она говорит, да вот у меня есть канал YouTube, я с ним не знаю, что делать. Я говорю, ну давай будем, посмотрим, посмотрим, начали продвигать, начали люди приходить оттуда. То есть у вас на какой-то почве в онлайне вы вступили в диалог с человеком, человеку какие-то были к вам вопросы, а вот как эти люди вас находили, через что? Может быть, вы какие-то объявления размещали, может быть, через ваш канал, то есть вот как завязывалась коммуникация? Через канал и через соцсети и через совместное какое-то обучение, потому что, ну, я себя еще позиционирую как преподаватель, будем так говорить, как тренер, бизнес-тренер. Я получала с кем-то на бизнесе, в каких-то бизнес-тренингах, и там были люди, которым нужно было именно YouTube заниматься. Я понимаю, что это не для всех такой поиск. Ну да. Первых людей, то есть тут самое главное найти каких-то первых людей, с ними надо как-то завязаться. Я пробовала разговаривать, просто находить каналы, которые, ну, явно хорошего автора, но мало раскрученные, я пробовала предлагать, и даже был у меня такой случай, я записалась на курс, и у меня что-то там не прошла правильная оплата, и я стала переписываться. А у меня в письме, то есть в подписи в письме написано, что я специалист по итогу, продвигая каналы, администрируя там, в общем, все такое прочее. И я, значит, написала, что вот я заплатила, там, предположим, VIP-вариант, а вы мне дали только стандарт. И у нас такая переписка была, и мне вдруг это говорят, а вы действительно специалист по итогу? Да, мы ищем специалиста по итогу. Вот, и я полтора года там проработала, потом немножко разошлись в понятиях, так скажем, и разбежались. Правда, очень хороший вопрос оставили. Благодарю. А какие еще способы? Вот мы можем с вами уже выделить, что у вас сработало в нахождении клиента. Это живое общение, то есть это какие-то деловые круги, где вы оказываетесь, и знакомство, чем занимаетесь. Я специалист по YouTube, и оно как-то само. Второе, сработала подпись в почте. Можно это приравнять к тому, что если ты специалист по YouTube, обозначь во всех своих соцсетях, и везде, где можно, напиши об этом, да? И треть... Чем-то больше тебе будет срабатывать почта. Почта сработала. Понятно. И общение в соцсетях по какому-то поводу, если вы там работаете, да, то люди обращаются, может быть, что-то спрашивают, завязывается беседа. Или на тренингах вы где-то онлайн обучаетесь, и в этих беседах проявляются клиенты, да? Вот три таких вещи обозначили. Как ваш личный канал, который очень узкий, нишевый на узкую аудиторию? Кстати, дорогие зрители, подпишитесь на канал Светланы, особенно те, для кого как раз Светлана вещает. Пытаться ли вы аудиторией, переходите, я думаю, вам будет интересно обязательно. Как YouTube-канал работает и приходят ли с него клиенты? Потому что, ну, у вас на канале там, ну, есть видео, где совсем немного просмотров, но он же для вас работает как-то. Вот можете сказать, что он вам дает? Ну, во-первых, я туда помещаю ответы на вопросы моих подписчиков. У меня есть и рассылка просто. Почтовая есть и рассылка ВКонтакте. И есть YouTube-канал, на котором в комментариях тоже задают часто вопросы. Иногда вопросы бывают в комментариях очень интересные, на которые я даже не обратила бы внимания, но раз люди разогрались. Вот. То есть очень много задают вопросов, и на некоторые вопросы действительно приходится отвечать. Потом в чаты, вот у нас чаты поддержки, не только тот, который у вас. У меня еще в Скайпе несколько чатов, там тоже есть люди. И эти люди, ну, особенно вот когда мы стали переходить на новую творческую студию, очень много вопросов, а где это найти? Ну, то есть я делала ролики, у меня по новой творческой студии, наверное, штук 10 роликов есть, если не больше. Это в основном ответы на те вопросы, которые задают люди. И вот дальше начинается уже, ну, то есть кто-то в Скайпе пишет, кто-то из моих друзей, ну, реальных друзей, с кем я общаюсь, говорит, а ты знаешь, вот ко мне тут обратились, не знаю ли я кого-то, я тебя порекомендовала, ты как? Я говорю, ну, давай поговорим. Как правило, тоже вот завязываются отношения. Я продолжаю перечислять, да, простите, перевью вас. Я хочу, чтобы наши зрители тоже зафиксировали, я буду как бы, да, отмечать, останавливать и отмечать, что четвертый, да, способ — это взаимодействие с аудиторией на своем канале. То есть, по сути, многие думают, что вот возраст или я, у меня нет там дорогой техники, я не могу создавать видео. Это неправда, потому что вы своим примером доказываете, что можно вести свой блог, он будет потихонечку расти, и на него будет приходить такая же аудитория, которая будет интересоваться и задавать вопросы. Пятое — это общение в чатах и сообществах, особенно, когда на YouTube какие-то перемены. Если кто-то уже знает, что у вас есть YouTube-канал, если до этого он не обращался, а он не знает, как поступить с новой функцией, как подключить монетизацию, он сразу идет к вам, потому что он знает, что вы YouTube. И шестое — это, ну, нетворкинг, это знакомые знакомых. Опять же, важно, чтобы все знали, что вы специалист по YouTube, и тогда уже, если кто-то что-то из знакомых услышит, он порекомендует именно вас. Да, так это тоже срабатывает очень хорошо. — Мы просто копим уже вот шесть пунктов. — Потом у меня еще было порядка, наверное, 400-500 учеников вот в этой школе бизнеса. Ну, не все загорелись идеей YouTube, конечно, но они, по крайней мере, у них отложилось в голове, и некоторые даже через 3-4 года обращаются с тем, что вот им надо помочь там что-то сделать на YouTube, а некоторые тоже рекомендуют. То есть это тоже источник неплохой. — Что бы вы могли посоветовать пенсионерам, которые обучаются на менеджерах YouTube, которым однозначно сложно найти клиента, вот ваше видение? — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...